Это специальные винты для ремня. Они бывают черные, латунные или никелированные. Так как на этом ремне пряжка будет сменной, винты должны быть незаметны и по цвету подходить к ремню. К коричневым оттенкам лучше всего подходит цвет патинированной меди. Желательно вначале покрыть винты медью с помощью гальваники, а потом делать патину. Но я решил поэкспериментировать с пересыщенным раствором медного купороса. Насыпал медный купорос в воду, вскипятил, поварил винты несколько минут. Получил довольно устойчивую к физическому воздействию медную пленку. Отполировал дремелем, бойлочным диском и полировальной пастой. Чтобы медь не продолжала окисляться, покрыл специальным ваксом, разработанным сотрудниками английского музея. В это время ременные петли уже готовы. Я аккуратно снял их с деревянной формы. Кожа высохла и запомнила форму. Петли стали почти прямоугольными в сечении. Пробиваю отверстие для винта. Сейчас видно, почему линию соединения надо сместить от осевой линии, иначе мы повредим нитку. Собираем ремень. Я сделал две ременные петли для того, чтобы закрыть оба винта. Обычно делаю только одну петлю, потому что вторая может мешать петле в джинсах или брюках. Винты вставляются легко, но не болтаются. Лучше, чтобы они вставлялись потуже, потому что отверстия со временем немного растянутся. Это классическая латунная литая пряжка, никелированная. Это пряжка совсем другого типа, и на мой вкус она не очень подходит к этому ремню по цвету, но о вкусах не спорят, и будущий хозяин может выбрать любую подходящую по ширине пряжку. Завинчиваю винты. Теперь, когда пряжка надета, можно точно отметить расстояние до отверстий. Делается это измерением старого ремня от начала пряжки до самого удобного отверстия. Ремень закончен. Отверстия пробиты овальным пробойником. Овальные отверстия удобнее круглых. Отверстия нужно отполировать шнурком с седельным мылом, а затем покрасить с той же морилкой, что и край ремня. Теперь работа полностью закончена. Посмотрим, что про него в начале мая этого года, скажут судьи и на ежегодном собрании Канадского общества мастеров по художественной обработке кожи. Продолжение следует...